Вновь с участием активистов самоуправления проводил сегодня еженедельный обход города мэр Биробиджана Евгений Коростылев. Жительница поселка Новый Людмила Сотникова передала городоначальнику жалобы своих земляков на отсутствие освещения, плохую дорогу и слишком редкое расписание движения автобуса номер 14, из-за чего приходится по тропинке ходить пешком в ближайший микрорайон улицы Осенней. Однако и этот путь оказался с препятствиями из-за прошедших накануне ливней. Одну из проблем жителей поселка Евгений Владимирович решил сразу же в режиме ручного управления. Уже сейчас пошел грейдер на грейдеровку этих улиц, мы его доехали обратно, увидели, что он там на сегодняшний день будет, замечание, которое можно сегодня устроить, будет устранять. Не терпит отлагательства и вопрос монтажа осветительных приборов на улицах поселка Новый. Муниципалитет рассчитывает дать свет этой окраине в сотрудничестве с энергетиками. Света нет практически нигде, поэтому у нас есть договоренность из ДРСК размещения фонарей на опору ДРСК. Такое совещание мы провели и точечно попытаемся в этом году какие-то зоны осветить. Более такую масштабную работу будем планировать на последующие периоды. В этом году, конечно, мы не сможем сделать. Переходят на следующий год и другие вопросы, поставленные перед муниципалитетом от имени земляков активистки Людмилой Сотниковой. Так, чтобы проложить тротуары вдоль дороги на улицах Трансформаторной и Кольцевой, скорее всего, придется сдвигать некоторые заборы. Но прежде необходимо выяснить, кому принадлежат участки земли и имел ли тут место самозахват, столь часто встречающийся на биробиджанских окраинах. Городоначальник поручил разобраться в ситуации профильным управлением и комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города. Далее Евгений Коростылев вновь побывал в районе конечных остановок автобуса номер 11 в микрорайоне улицы Осенний, где накануне завершилось строительство локальной системы дождевой канализации и асфальтирования участка дороги. Лужа в этом месте исчезла, но городу нужен более глобальный проект водоотведения, уверен мэр. Хотя и от точечных мини-проектов отказываться тоже не стоит. Такую работу мы будем и дальше продолжать, но в целом в системе водоотведения, как ливневой канализации, водоотведения на пригородах и определение необходимости строительства дамп, это, конечно, покажет проект. Вот эту работу по проектированию мы будем планировать на следующий год. А пока мы вот эти явные замечания, которые можно устранить, будем устранять силами за счет средств муниципального бюджета. В ходе объезда Евгений Коростылев проинспектировал также еще несколько объектов, пострадавших от подтопления. Это двор дома по улице Набережной 22, берег ручья Безымянный, на котором после субботнего ливня образовались оползни, их сейчас укрепляют камнями, и деревянный дом по улице Пионерской 65, первый этаж которого затопило в ночь на воскресенье. Мэр побеседовал с жильцами и разъяснил, как может решиться вопрос с включением двухэтажки в программу расселения ветхого фонда. Вячеслав Пасманник, Сергей Баблюк, Новости 21. Субтитры создавал DimaTorzok